приближалась 23 февраля впереди нас ожидало 4 выходных у нас не было никакого желания торчать в городе хотелось на природу хотелось новых впечатлений недолго думаем мы взяли билет на поезд кандалакшу дорога из питера до нее занимает порядка 19 часов если выехать на вечернем поезде то получается достаточно удобно вечером выехал переночевал а днем уже приехал не успеваешь устать от железки ну что ребята всем привет мы на первом чекпоинте доехали до кандалакши сейчас размещаемся собственно потом план такой будем сначала эти на волосяную сопку сходим посмотрим побережье погуляем по парку покажем местные достопримечательности ждем мы еще одного участника нашего похода макса он должен завтра подъехать и наша команда будет сборе как-то так на улице не очень холодно в принципе так 15 градусов но чувствуется замечательный ветра нету кайф ну и добро пожаловать на север вот ребята вот это наша гостиница беломорья в плане и знать пешей доступности от всего на самый центр города вообще в городе много таких домов недавно их покрасили разноцветных то есть разными там картинками потому что все таки полярная ночь день короткий и чтобы у людей было лучшее настроение соответственно дома покрасили вот такие тона я вам покажу потом на видео у меня есть несколько как раз кадров уровень снега и так решил сделать небольшой обзор нашего номера вот эта гостиница беломорья номер двухместный гостиницы две звезды то есть в чем плюс гостиницы расположение самый центр города и классный вид открывается но с нашего седьмого этажа у нас окна выходят на кандалакшевский залив сегодня ясная погода соответственно все видно до залива буквально рукой подняли подать но в целом очень удобное месторасположение вокзал тоже недалеко где-то минутах в 15 ходьбы вот номер в принципе стандартный кровать два трюмо что у нас здесь есть холодильник такой старый большой советский телевизор интересно что в других номерах телевизор побольше но здесь неплохо здесь smart tv большое количество каналов так в принципе к номеру претензий особо нету то есть как бы что переночевать мы не приехали сюда не жить там ходить гулять по особкам любоваться природой вот но два больших минусы во всяком случае у нас это холодно поэтому взяли на ресепшене два обогревателя вот соответственно топим их тут пытаемся согреться и второй главный минус самый главный косяк это туалет туалет он же ванна то есть ванна как трава нету это называется здесь как душевая кабинка у пола особо скота нету он более-менее ровный и получается что когда ты моешься там не знаю течение минуты-двух то вся вода скапливается на полу и она начинает буквально вытекать в коридор после этого другой человек не может зайти в туалет ванну где-то на протяжении минут пяти надо чтобы вода ушла дальше все это подсохло вот то ребята всем прям продолжаем прямое включение скандалакши в общем выбрались мы на набережную и тут какая красота оцените сопки сопка средняя или вышкой тут у нас набережная вот недавно сделали по ходу дела будет выставка ледяных скульптур потому что там что-то делают вот на завтра мы хотим подняться вот там вам гора крестовая я не знаю видно не видно за ней еще одна вот мы хотим завтра подняться туда сейчас пойдем в лес здесь есть такая тропа погуляем посмотрим затоварились семечками сейчас пойдем кормить белок специально обученный человек купил большое количество продуктов для наших маленьких друзей ага Субтитры создавал DimaTorzok 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 Будем выдвигаться сейчас где-то через часик Как раз хотим так подняться, что может быть даже там закат встретить Взяла с тобой Кранидово, Горелку, Чайку В общем, на самой вершине хотим там замутить небольшой обед Вот Так очень аутентично здесь, прикольное место На самом деле, а вот этот красненький домик, он сдается То есть можно забронировать с таким видом Вот На той стороне тоже там есть что посмотреть Всякие деревянные домики Тоже смотровые площадки Там Камни эти, как они называются, сейду И дальше, если идти там Вдоль Белого моря, то можно дойти до лабиринта А вот и снегоступы, которые мы взяли на прокат Телевышка и крестовая, все Остальные, как называют, сотки и сотки Не важно Может их назвали недавно вообще? Нет, назвали давно И про волосилю я давно слышал Просто никогда не интересовался Если честно, я раньше был уже на другую волосилю Там собака выбила медведя на человек Хотя, свечку сам не держал, но собрал А так знакомый друг рассказывал Ну, под ранок медведь был Ну, хорошо с ружьем был Это собака-медведь Садится как у медведя? Да ладно Да, морда, как у собаки Когти, как у медведя Рысь тоже есть Ну, рыси я, честно, никогда не видел Я сама куда видел А вот рысь никогда не приходилось наблюдать Ну, говорят, что есть Мимо проходил А потом вот-вот-вот туда и на себе даже не видел Попробуем сейчас забраться И там заодно обед приготовить Вот такой у нас видок Вот тут всякие вот росомахи бегают Видел? В общем, остановка Свич-парка Отсюда пешкаросом, не знаю, километра, наверное Три Подниматься Сначала через лес, потом уже Непосредственно в гору Мы взбираемся на волосяную сопку Город Кандалакша В самом деле Происхождение названия неизвестно Многие считают, что она на самом деле Не волосяная, а волостная От того, что принадлежала Кандаларской волости И потом со временем Просто буква Т потерялась Получилась волосяная сопка Другое предположение, что Название произошло От саамских племен Валос Это, по-моему, у них Кит И по истории на берег Выбросила волна кита Который здесь лежал По форме он наполнял гору Потом в этом месте Образовалась гора Вот это, собственно, волосяная Валос Волосяная И с какой-то из сторон Гора похожа на кита Очередное включение Штурмуем, как говорится, горные высоты Поднялись, наверное, всего метров на 50 Блин Жарко, пипец Одежды мы много на себя нацепили В общем, такая здесь красота Пока что идем через лес Пока еще не вышли непосредственно саму Сопку Слушай, я даже не знаю, как снимать Обычным или шириком Как бы, чтобы передать масштаб Шириком-то лучше Конечно Но для Рыга Говорит, что потом он Как бы качество хуже Снегоступы Иностранный Да, французский Синомарка Синомарка Здесь есть левая, правая Или без разницы Я думаю, без разницы Ребята, снегоступы универсальные Колодка двигается Пятка двигается Да, разного уже настроил Размеры застроил заранее Надеюсь, он не сбился Оп Подтягивай тогда это Сейчас тобой подъем А сейчас хорошо идет Быстро Не скользит А вот, собственно, и первая такая горочка Уже серьезная началась Макс одел снегоступом Мы пока решили так попробовать Там впереди будет как раз Ну, сейчас, наверное, не будет видно Такая каменная плоскость Там ледник сходил Вот Не знаю В принципе, идет нормально И без снегоступов Пока даже не очень скользит Вот А вот и главные альпинисты Поднимаются Наш инструктор на сегодня А мы стоим вот с таким видом Передавай приветы Так, вот гора Крестовая Или Крестовая Там крест А вот открывается вид на Кандалакшу И Кандалакшский залив Фух На самом деле не так высоко Сколько здесь? 4,75 метров гора Ну, идти достаточно запарно Особенно зимой С вещами Так На улице вроде Минус 14 А жарковато Приезжайте на север Наслаждаться видами Хрен знает А что, здесь обхотали? Ух На самом деле Здесь могли бы пригодиться Палки С ними было бы удобнее идти Но, во всяком случае, мне Потому что у меня Для равнины Снегоступы У ребят горные Такие Они поменьше Поудобнее немножко Тем не менее Но видок, ребята Бомба Все препятствия этого стоят Музыка Продолжение следует... 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 Продолжение следует...